Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Сегодня 11 февраля, и я читаю свою книгу «Драгоценные истины» из греческого языка. Название сегодняшней главы «Освободите духовных заложников». В Библии мы прочтем 1 Иоанна 3,8, где написано «Для сего ты явился, Сын Божий, чтобы разрушить дело от дьявола». Сегодня мы разберем глагол «разрушить». О чем именно говорит Библия словами «Иисус явился, чтобы разрушить дело от дьявола». Одна из основных тактик дьявола — поработить разум людей. Дьяволу известно, что разум — это центр управления Личностью. Как только он завладеет вашим разумом, если ему удастся поработить ваши мысли и чувства, то в этом важном месте вашей жизни он построит библейским языком твердыни, будто крепости. И тогда он словно деспот начнет диктовать, каким будет ваше сама восприятие, какими должны быть ваши отношения с окружающими и мысли о себе. И когда он заставит вас мыслить о себе, как нужно ему, он сможет контролировать всю вашу жизнь. Он доберется до вашей работы, ваших отношений с людьми, вашей веры. Дьявол знает, если только ему удастся построить твердыни в вашем разуме, он либо сразит вас, либо сделает все для того, чтобы вы ничего в жизни не добились. Но, как пишется в 1 Иоанна 3,8, Иисус явился, чтобы развязать, разрушить дела дьявола. Глагол «разрушить» в этом стихе на греческом «луа». «Луа» переводится как «развязывать», «освобождать», «отпускать на свободу». Буквально это можно перевести как «Иисус явился, чтобы распутать в вашу жизнь дела дьявола», чтобы освободить вас от дел дьявола, чтобы развязать вас, сбросить с вас путы дел дьявола. Значение «развязывать», «освобождать», «распутывать» подразумевает, что полное освобождение может произойти не мгновенно. Пусть ваше спасение мгновенно, но для полного обновления вашего разума потребуется какое-то время. Однако Иисус явился, и Иисус намерен трудиться в вашем разуме, пока, наконец, ваш разум не окажется совершенно свободным от лжи врага. Полностью. Пусть на это уйдет время, Иисус явился, чтобы развязать, распутать, освободить вас, полностью сокрушить дела дьявола в вашем разуме. Глагол «разрушить», как вы увидите, встречается в Новом Завете неоднократно. Посмотрите. В Марка 1,7 это слово переведено как «развязывать сандалии», «развязывать ремни на обуви», «шнуровку». В Матфея 21,2 говорится об отвязывании осленка. «Отвязать». В Иоанна 11,44 Иисус повелевает снять с Лазаря погребальные пелены и помочь ему идти. «Развяжите, развяжите его, освободите его, снимите пелены, распутайте его». В Деяниях 22,30 описывается снятие цепей с Павла, а в Откровении 5, стих 2, пишется о снятии печатей, срывании печатей. Однако лучший пример использования глагола «луо» в Луки 3,16, где записано в высказывании Иоанна Крестителя об Иисусе. Иоанн Креститель говорит, «Грядущий позади меня, больше меня, и я не достоин развязать ремень обуви его». Глагол «развязать» здесь «луо» — то же самое слово, переведенное как «разрушить» в 1 Иоанна 3,8. «Развязать», «распустить», «распутать», «отвязать». Во всех случаях своего использования глагол «луо» означает «отпустить», «освободить», «развязать» всегда и везде. И теперь глагол «разрушить» на греческом «луо» в 1 Иоанна 3,8 вносит в стих следующий смысл. «Для того ты и явился, Божий Сын, чтобы избавить людей от всех дел дьявола, уничтожить его влияние над ними, полностью разрушить его дела в жизни людей и отпустить на свободу всех, всех его заложников». Какая ложь сегодня вам мешает? Иисус пришел, чтобы освободить вас от этой лжи. И сейчас я призываю освобождающую Божью силу в вашу жизнь, чтобы она сокрушила узы и власть того, что пленяла ваши чувства. И повелеваю Божьей силе действовать в вашем разуме до полного его освобождения, чтобы вы могли четко слышать и ясно видеть. Провозглашаю это во имя Иисуса. Аминь. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok